здравствуйте дорогие друзья мы с вами вновь программе хлеб на каждый день потому что питание для нас необходимо получать каждый день даже если физически мы можем какой-то день пропустить по ряду причин то духовно нельзя его пропускать потому что наш человек внутренний если он ослабнет тогда и физическое тело даст о себе знать уже в болезнетворных состояниях а нам это не нужно поэтому укрепляем нашего духовного человека мы укрепляем дух внутри себя а душу мы тоже хотим привести в соответствие чтобы она была целостной а когда целостная душа и когда крепкий дух тогда мы можем переносить довольно разные обстоятельства и не простые а часто трудные но в этих трудностях мы становимся еще сильнее более зрелыми и в духовном мире наш вес усиливается и тогда вся природа духовного мира нас узнает по статусу в боге они просто по принадлежности потому что по принадлежности мы уже давно дети божьи а статус это то что мы еще приобретаем своей зрелостью потому что когда господь может нам доверять уже какие-то очень большие задачи или еще пока не очень но формирует нас для больших потому что он нас не оскорбляет маленькими задачами и маленькой ответственностью он великий бог и у него дети которые соответствуют его возможностям по крайней мере бог знает что он открыт для нас своими возможностями и нам надо это узнать и применять на практике но вот тогда когда давид проходил разные ситуации как я уже сказала он переживал и как будто бы закрытое небо то здесь четвертый стих ты потряс землю разбил ее исцели повреждение ее ибо она колеблется я ни разу не была в зоне землетрясений особенно когда чувствуется что земля под ногами уходит или трясется но слышала свидетельство людей что это очень состояние большой неуверенности потому что то на чем ты всегда стоял и ходил твердо вдруг стало колебаться под твоими собственными ногами основание уходит и вот это на самом деле потрясает человеческую суть потому что мы не можем справиться с такими масштабами земли который является планета и это место где мы с вами ходим а бог может и поэтому когда давид стал понимать что что-то колеблется и она ему не под силу не подвластно а богу подвластно то он к нему и говорит обращает свой взор ведь посмотри земля колеблется что произошло господь исцели повреждение ее ибо она колеблется землю ты потряс землю разбил ее я думаю что сегодня земля разбита не потому что бог ее поколебала потому что люди колеблят орудием колеблет отношениями кровью пролитой которую земля забирает и этот голос начинает выпиять от земли но я хочу вместе с вами молиться сейчас перед нашим богом у которого есть понимание что для чего и почему происходит опять же друзья мой призыв сегодня и к себе и к вам не ищите виноватых среди людей за всем этим стоит определенная духовная природа которая является провокацией чтобы человека захватить в эти свои сети свои планы и потом подставить кого-то из людей под негативные потоки мыслей слов и каких-то проклятий сохранит нас господь особенно я обращаюсь христианам чтобы из-за наших слов не колебалась земля а наоборот пришла к стабильности потому что бог поставил человека на этой земле творцом вместе с собой то есть он доверил землю человеку он сделал его венцом творения и сказал возделывай и охраняя землю это задание которое получил адам съевы на самом старте человечества и поэтому это задание над нами сегодня тоже имеет влияние и надо это иметь в виду и важно с этим что-то делать то есть молиться к богу о том чтобы земля получила исцеление и земля ждет от нас этого голоса потому что у пророка иса есть такие слова о земля 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 слушай слово господне вернее у и риме поэтому я хочу вместе с вами помолиться земле небесный отец я благословляю землю прийти в соответствие с тем первозданным планом который тебя было ней потому что сегодня экологическая катастрофа которая взрывает землю изнутри которая снаружи также потрясает ее и она практически может сойти с орбиты если ты не вмешаешься поэтому я прошу чтобы ты боже сам благословил эту землю прежде чем люди придут к тебе с покаянием дай боже это принять услышать и увидеть что твой призыв он сегодня звучит придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас я благословляю каждого человека услышать этот призыв и прийти в твои объятия прими нашу благодарность за то кто ты для нас что ты делаешь нашей судьбе слава тебе за все во имя иисуса христа аминь всего доброго до новых встреч до свидания а